Иосиф Виссаренович Сталин. Ответ Бильбелоцерковскому. Товарищ Бильбелоцерковский, пишу с большим опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Первое. Я считаю неправильной самую постановку вопроса о правых и левых в художественной литературе, а значит и в театре. Понятие правое или левое в настоящее время в нашей стране есть понятие партийное, собственно, внутрипартийное. Правые или левые – это люди, отклоняющиеся в ту или иную сторону от чисто партийной линии. Странно было бы поэтому применять эти понятия к такой непартийной и несравненно более широкой области, как художественная литература, театр и прочее. Эти понятия могут быть еще применимы к тому или иному партийному, коммунистическому кружку в художественной литературе. Внутри такого кружка могут быть правые и левые, но применять их в художественной литературе, на нынешнем этапе ее развития, где имеются все и всякие течения, вплоть до антисоветских и прямо контрреволюционных, Значит, поставить вверх дном все понятия, вернее всего, было бы оперировать в художественной литературе понятиями классового порядка или даже понятиями советская, антисоветская, революционная, антиреволюционная и так далее. Второе. Из сказанного следует, что я не могу считать Головановщину ни правой, ни левой опасностью. Она лежит за пределами партийных течений. Головановщина – есть явление антисоветского порядка. Из этого, конечно, не следует, что сам Голованов не может исправиться, что он не может освободиться от своих ошибок, что его нужно преследовать и травить даже тогда, когда он готов распроститься со своими ошибками, что его надо заставить таким образом уйти за границу. Или, например, бег Булгакова, который тоже нельзя считать проявлением ни левой, ни правой опасности. Бег есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. Бег в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление. Впрочем, я бы не имел ничего против постановки бега, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти по-своему честные серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа, несмотря на свою честность, что большевики, изгоняя вон этих честных сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно. Третье. Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже не турбиных рыба. Конечно, очень легко критиковать и требовать запрета в отношении непролетарской литературы, но самое легкое нельзя считать самым хорошим. Дело не в запрете, а в том, чтобы шаг за шагом выживать со сцены старую и новую непролетарскую макулатуру в порядке соревнования, путем создания могущих ее заменить настоящих, интересных, художественных пьес советского характера. А соревнования – дело большое и серьезное, ибо только в обстановке соревнования можно будет добиться сформирования и кристаллизации нашей пролетарской художественной литературы. Что касается, собственно, пьесы «Дни турбиных», то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков. Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, значит, большевики непобедимы. С ними, большевиками, ничего не поделаешь. «Дни турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно, автор ни в какой мере не повинен в этой демонстрации, но какое нам до этого дело? 4. Верно, что товарищ Свидерский сплошь и рядом допускает самые невероятные ошибки и искривления. Но верно также и то, что репертком в своей работе допускает не меньше ошибок, хотя и в другую сторону. Вспомните «Багровый остров», «Заговор равных» и тому подобную макулатуру, почему-то охотно пропускаемую для действительно буржуазного камерного театра. 5. Что касается слухов о либерализме, то давайте лучше не говорить об этом. Предоставьте заниматься слухами московским купчихам. Иосиф Сталин. 2 февраля 1929 года. Примечание. Биль Белоцерковский. Владимир Наумович. Настоящая фамилия Белоцерковский. Годы жизни 1884-1970. Писатель-драматург. Родился в Александрии, ныне Кировоградская область Украины. Отец был лесничим и мелким маклером. Получил лишь начальное образование. В 16 лет ушел из дома. Стал матросом. Работал на британских судах. С 1911 года поселился в США, где, работая мощиком стекол небоскребов и полотером, сблизился с местными анархосиндикалистами. Вернулся в Россию после февральской революции 1917 года. И его мобилизовали в армию, в пехотный полк, расквартированный в Москве. Там он вступил в РСДРПБ, принимал участие в гражданской войне. Печататься начал в 1918 году. С ноября 1917 по май 1918 года член исполкома Моссовета. В 1920-е годы в России появился еще один писатель Белоцерковский. И Владимиру Белоцерковскому посоветовали придумать себе псевдоним. Он стал публиковаться под фамилией Биль Белоцерковский, так как ранее за рубежом его называли Билл. Фамилия Белоцерковский сокращалась до «Белл», которая произносилась как «Билл». Билл Белоцерковский был членом пролеткульта. Позже входил в группу «Пролетарский театр» и литературное объединение «Кузница». Активно проводил политику партии в области культуры. Леопольд Авербах назвал Биль Белоцерковского в числе своих противников, обвиняя его в глупости, невежестве, в напыщенной мещанской декламации, не имеющих ничего общего с пролетарским наступлением на культурном фронте. В 1929 году Биль Белоцерковский написал Сталину письмо, обвиняя Михаила Булгакова и Московский художественный театр в неприятии советского мировоззрения. Автор многих пьес пропагандистского характера, среди которых «Шторм. 1926 год», значительно переработана в 1935 году, вошедшая в классический репертуар советских театров, публиковал рассказы, написал сценарий фильма «Шторм. 1957» на основе своей пьесы. Голованов Николай Семенович, годы жизни, 1891-1953, русский и советский дирижер, хормейстер, пианист, композитор, педагог, народный артист СССР, 1948. «Головановщина». Весной 1928 года конфликт двух габаистов оркестра Большого театра из-за разницы в оплате труда был использован недругами главного дирижера театра Николая Голованова в качестве повода для развертывания беспрецедентной кампании против него. Голованова обвиняли в том, что он стремился перенести в советский театр старые буржуазные нравы и методы работы. Был чересчур консервативным. В действительности противился постановкам новых опер советских композиторов 20-х годов. Отказывался продвигать молодых артистов, поддерживал несправедливо высокие размеры гонораров ведущим музыкантам. Компания получила большой резонанс в средствах массовой информации и привлекла внимание Сталина. Статьи в прессе носили агрессивный, обличительный характер. «Комсомольская правда» 2 июня 1928 года. «Нужно открыть окна и двери Большого театра, иначе мы задохнемся в атмосфере Головановщины. Театр должен стать нашим, рабочим, не на словах, а на деле. Без нашего контроля над производством не бывать театру советским. Нас упрекают в том, что мы ведем кампанию против одного лица. Но мы знаем, что если нужно что-нибудь уничтожить, следует бить по самому чувствительному месту. Руби голову, и только тогда отвратительное явление будет сметено с лица земли. Вождем, идейным руководителем интриганства, подхалимства, является одно лицо – Голованов. Свидерский Алексей Иванович. Годы жизни 1878-1933. В 1928 году начальник главы искусства. Член коллегии Наркомпроса РСФСР. С 1929 – полпред СССР в Латвии. Репертком. 9 февраля 1923 года при Головлите был создан Репертком – Комитет по контролю за репертуаром и зрелищами. На него возлагалось разрешение к постановке драматических, музыкальных и кинематографических произведений, а также запрещение и приостановка таковых совместно с ОГПУ. Но и разрешенные произведения приходилось корректировать. Так из оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова следовало устранить излишество по части славления царя из «Русалки» Доргомышского – заключительный апофеоз, а из Евгения Онегина-Чайковского – фальшивый эпизод крепостной идиллии. Помимо драматического репертуара, глав Репертком с течением времени стал контролировать любые публичные зрелища и выступления, начиная с лекций, докладов и заканчивая эстрадными и даже музыкально-танцевальными вечерами. В конце 1920-х, начале 1930-х годов, им был подготовлен трехтомный репертуарный указатель, регламентирующий исполнение пьес и других произведений в зависимости от подготовки аудитории. В первый том вошел музыкальный репертуар, во второй – драматический, в третий – кинематографический. Это был последний случай открытой публикации цензурных материалов. В дальнейшем все они засекречивались и рассылались грифом «Секретно» по всем подчинявшимся главлиту инстанциям. «Главлит» – распространенное название Центрального государственного органа, осуществлявшего предварительную цензуру в РСФСР и СССР в 1922-1990-х годах. Пьесу Булгакова «Дни турбиных» Сталин смотрел 15 раз. Эта цифра зафиксирована в театральных протоколах. Много писавший о Булгакове критик Владимир Лакшин, детство и юность которого протекали в непосредственной близости к МХАТу, родители его были артистами этого театра. Считал, что цифра эта сильно занижена, поскольку Сталин неоднократно приезжал на турбиных в середине или концу спектакля, и эти его посещения театра официально не фиксировались.